Один из инициаторов установки баков для раздельного сбора мусора был лидером Архангельской молодежно-экологической организации ЭТОС Дмитрий Нестеров. Сегодня он гость в нашей студии. Дмитрий, рад приветствовать тебя. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, с чего все у вас, у тебя единомышленников, начиналось в свое время? На что ориентировались, на чей опыт, кто помогал в этом вопросе? Ну, было два главных инициатора. Это все началось в 2014 году. У нас проходил международный гражданский форум, и мы как раз выбрали главную тему проблемы отходов. Что могут сделать обычные граждане, обычные инициативные группы, в том числе организация ЭТОС. И на этот форум мы пригласили как раз сотрудников Архангельского мусороперобладающего комбината. И пообщавшись, мы поняли, что желание было, но не было какой-то поддержки социальной общественности. И тут они понимали, что проект может быть запущен, потому что люди хотят это делать. И вот, собственно, с ноября 2014, когда открылось первые, в середине ноября 2014 года, открылись первые три площадки. Вот сейчас, вы правильно сказали, их больше 50. Ну, то есть, фактически за небольшое время уже вот они появились. Да, резкий толчок произошел где-то с середины 2015 года, когда и правительство области втянулось, и об этом проекте стали больше говорить. К тому же, он, как ты правильно сказал, контейнеры для раздельного сбора становятся бесплатные, выводятся бесплатные, что, в принципе, как показывают последние данные в ЦИОМа, стоимость коммунальных услуг волнует гаражам. Ну, вот положительный пример есть и в Петрозаводске, где тоже тема ЖКХ волнующая, но, тем не менее, там мэр поддержал идею раздельного сбора мусора, и даже создана специальная комиссия в масштабах города, которая вот отслеживает этот вопрос. А в Архангельске чиновники вообще вашу инициативу разделили? Уже контейнеров могло быть не 59, а 509 уже, фактически? Могло бы быть, но тут есть свои сложности с тем, что, например, если так по полочкам быстро рассказать, правительство области в силу своих возможностей поддерживает проект, в частности, у всех учреждений, подведомственных учреждений правительства области, где позволяют контейнерные площадки, а они не все, к сожалению, позволяют устанавливать баки для раздельного сбора. В городе Архангельске все управляющие компании частные. Например, в Северодвинске они все принадлежат к мэрии города Северодвинска. То есть понятно, что одним распоряжением тут массово по городу Архангельску этого не сделать. Ну и плюс, на данный момент я считаю, что у нас была встреча в самом конце ноября с правительством Сминприроды нашим региональным и с мэрией, с департаментом городского хозяйства. В принципе, понимание у чиновников, что необходимо это делать, оно есть. И опыт других регионов, в том числе, кстати, Архангельска показывает, что при минимальных финансовых зарасходах, но при грамотной пропаганде и разъяснительной работе, граждане сами вовлекаются в процессе. Потому что вот те контейнеры, которые ставятся, это ставится в основном по инициативе самих горожан, то есть, которые звонят на комбинат или звонят в ЭТОС и просят как-то посодействовать в решении этой проблемы, чтобы были постановлены контейнеры. Я так понимаю, что в Архангельске, где управляющие компании фактически не подчиняются никому, только своим финансовым интересам, очень сложно установить этот контейнер, как ты сказал. И в связи с этим получается так, что желание-то есть, но все упирается в работу управляющей компании. Да, все упирается в работу управляющей компании, упирается иногда в то, что, например, учреждение принадлежит муниципалитету, у муниципалитета есть свой оператор по вывозу. Это тоже определенная конкуренция. Я могу пояснить позицию ЭТОСа, что нам на самом деле не важно, кто будет заниматься вывозом и организацией всей системы. Главное, чтобы система работала и у горожан был выбор, потому что если этот коммунальный налог будет введен с 1 января 2017 года, а пока никаких подробностей нет, он все-таки в первую очередь призван мотивировать людей разделять отходы. То есть, насколько я понимаю из того, что было выложено в интернете, из того, что я читал, этот платеж именно на это и направлен. Поэтому необходимо все-таки, понимая всю сложность с городской свалкой, с остальными коммунальными проблемами, необходимо все-таки это развивать. Там нужно долго говорить. На самом деле, тема очень долгая, но это, конечно, не в эфире. К коммунальному налогу, о котором ты сказал, мы еще вернемся сразу после того, как посмотрим сюжет на нашу тему, потому что, чтобы не быть голословными и не только эмоцией описать ситуацию с мусором, но и видеодоказательствами, мы нашего дежурного по городу сегодня отправили в рейд по местам накопления отходов, в том числе раздельного сбора. Слово я передаю Екатерине Грициенко. По жалобам наших телезрителей мы отправились по очередному проблемному адресу контейнерной площадки за домом номер 2 на площади Ленина. Подтверждаем, лишнего места для новой партии мусора здесь уже нет. И это в посредственной близости от нашей культурной жемчужины, музея ИЗО, а еще здания облсобраний и городской администрации, которая, кстати, и обязана призвать к ответственности руководство ООО «Уютный дом-1», содержащего площадки. Но совсем недалеко от горя помоек нас ждал сюрприз. Но, друзья, есть и хорошие новости. Вот мы сейчас находимся неподалеку от тех мусорных контейнеров. И здесь мусорные контейнеры для раздельного мусора. Всего в нашем городе 59 таких контейнерных площадок. Они установлены в трех округах – Ломоносовском, Октябрьском и Майской горке. А значит, есть к чему стремиться и на что равняться. Всем без исключения – управляющим компаниям. Дежурный по городу Екатерина Грициенко. Дмитрий, ну как тебе увиденная такая контрастная картина, да? Работа управляющей компанией и тут же вроде как на контрасте показать. Ну, это очень частая картина. На самом деле, один из плюсов внедрения раздельного сбора. При всех сложностях, о которых все говорят, понятно, что не в каждом дворе есть, эти контейнерные площадки все-таки устанавливают планку того, как это должно выглядеть. И поэтому я поправлю корреспонденты, что буквально несколько дней назад сидели в компании, и мой друг рассказал, что сейчас в округе Вараниной фактории, там есть несколько домов, построенных для ветеранов, там тоже установили контейнер для раздельного сбора. Это практически самый конец округа Вараниной фактории, он снова поселком. И люди тоже там разделяют отходы. Ну, то есть, вот здесь уже положительный момент. Ну, да, конечно. Это вот самый яркий пример. То есть, прямо на контрасте телезрители могли посмотреть, какая разительная разница между этими контейнерными площадками. Темой, которую мы сегодня обсуждаем, озадачился и депутат регионального парламента Сергей Пивков. В своей рубрике «Политкухня» он рассуждает о том, чего ждать от глобальной перестройки мусорной отрасли в России. Здравствуйте. Как известно, мусор на улице начинается с мусора в голове. И, как вы догадались, поговорим мы сегодня на весьма специфическую, но от этого не менее актуальную тему – тему мусора и как с ним справляться. Вы наверняка уже слышали, что в течение этого года мусорную отрасль в России ожидает глобальная перестройка. На смену тысячам разрозненных компаний, занимающихся сбором и теоризацией мусора, придет единый региональный оператор. Думаю, от определения большинству из нас уже знакомо по капитальному ремонту. Похожий принцип будет действовать и здесь. Региональный оператор будет не только выбирать подрядчиков для сбора мусора, но и контролировать качество их работы. Таким образом, в наших платежках должна появиться новая строка – платеж за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. И мы будем правы, если скажем, что мы и сегодня платим за вывоз мусора. Эта плата входит в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения. Тогда зачем тут что-то менять? В Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации поясняют, что сейчас стоимость сбора и транспортировки отходов устанавливают управляющие компании, которые зачастую необоснованно ее завышают. Кроме того, некоторые машины даже до свалки не доезжают, а сваливают отходы в придорожной канаве, чтобы сэкономить деньги. А вот региональный оператор, которого будут выбирать на конкурсной основе, таких вольностей себе не позволит. И должен будет организовать всю цепочку обращения с отходами – от сбора до транспортировки на полигон. При этом чиновники заверяют, что общий счет за коммуналку не вырастет, а одним из плюсов называют то, что многие россияне даже смогут теперь немного сэкономить. Плата за сбор и вывоз мусора будет рассчитываться не в зависимости от размера квартиры, как это происходит сейчас, а по числу проживающих в ней жителей. Некоторые эксперты заявляют, то, что происходит сегодня, несправедливо. Например, одинокий пенсионер, живущий в трехкомнатной квартире, платит сегодня больше, чем большая семья в двушке по соседству, а ведь у него мусора явно меньше, чем у соседей. Так или иначе, мусорная перестройка началась, о ее плюсах намного и красочно рассказывают, а вот минусы, боюсь, мы увидим лишь по факту ее реализации. Кстати, одним из главных побудителей к таким изменениям стало стремление снизить негативное влияние на окружающую среду. Как, спросите вы? Речь идет о глобальном вовлечении отходов в хозяйственный оборот, попросту о переработке и вторсырье. Думаю, ни для кого не секрет, что сегодня большая часть отходов в нашей стране сжигается или закапывается в землю. Отсюда негативное влияние на экологию, приведение в негодность огромнейших земельных площадей, заражение и загрязнение паводковых грунтовых вод, загрязнение атмосферы различными вредными и ядовитыми компонентами, содержащимися в мусоре. Ну и не стоит забывать об упущенных возможностях переработки. В некоторых странах уже давно осознали, что мусор на самом деле представляет собой огромную ценность, а его переработка способна не только приносить прибыль, но и делать неоценимый вклад в соблюдение экологической безопасности. Такие отходы, как пластик, резина, бумага, металл, стекло являются перерабатываемыми, и добывать их из мусора гораздо дешевле, чем получать любыми другими способами. И это еще не все. В процессе уничтожения мусора можно получать и такие вещи, как тепловая и электроэнергия, твердое, жидкое, газообразное топливо. Таким образом, мусор является великолепным источником переработки для вторсырья и получения энергии. И сжигая его или утилизируя на свалках, мы поступаем по меньшей мере нерасчетливо. Одним из признанных мировых лидеров по обращению с отходами по праву считается Япония. Страна располагается на острове, остров небольшой, народу много, места мало. Складировать мусор некуда, а раз некуда складывать, нужно его переработать. Возле каждого дома у японцев стоят пластмассовые емкости. Туда кладут отработанные вещи, бытовые и пищевые отходы. Каждому мусору свой бак и свой цвет. Причем каждая емкость имеет собственное имя, соответствующее виду отходов. Таким образом, из мусора извлекают 20 видов сырья по 9 группам, не исключая батарейки, растительные масла и аккумуляторы машин. Также вырабатывается тепловая энергия. Японцы научились даже из органического мусора изготавливать строительный материал. И этот самый материал при взаимодействии с морской водой становится прочным, как бетон. Поэтому его используют для возведения искусственных островов вдоль прибрежной полосы. Нам, конечно, японцев в этом деле предстоит еще догонять. Но первые шаги уже сделаны. И тут главное, чтобы не получилось, как в одной известной фразе, ставшей крылатой. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это был очередной выпуск «Политкухни». До новых встреч. Дмитрий, ну как ты считаешь, сможем ли мы догнать японцев, о которых говорил Сергей Пивков, что для этого нужно? Насчет догнать я бы не стал говорить, потому что тут разные условия и в разный момент старт происходил. То есть у Японии в одно время, у нас, по сути, наверное, только сейчас к этой теме стали так массово обращаться. У нас, получается, сейчас на момент заложены основы. Это федеральный закон 89 об отходах производства и потребления, который закладывает в приоритете как раз переработку. Ну, вопрос просто в какой форме, потому что именно сам принцип раздельного сбора в нем прописан достаточно в общих чертах. И сейчас как раз мы ждем постановления от Министерства природы федерального для того, чтобы понять, как это будет все вводиться в субъектах. Что касается решения проблемы с отходами, ну или с мусором, у Японии здесь действительно все немножко сложнее. Нет практически вообще никаких территорий. Но у них очень высокий процент мусоросжигания, в отличие от России. И сейчас эта технология, она самая дорогая. Мусоросжигание – это самая дорогая технология. И одна из самых опасных, потому что в России без существующего раздельного сбора, вы сами понимаете, что мы будем сжигать. То есть мы будем сжигать все, что туда попадает. Ну, в общем, у нас в Архангельске лучше не сжигать, лучше все-таки воспользоваться контейнером для раздельного сбора. Я считаю, да. Это гораздо эффективнее и дешевле. Потому что пока мы построим завод, это еще пройдет лет пять. И стоит это будет очень дорого нашему и региональному, и федеральному, и местному бюджету. Попросите установить на площадке такие же разноцветные бачки для раздельного сбора мусора. Можно у вас в этой сети? Можно обратиться либо к нам через группу ВКонтакте, либо через телефон. Все это есть в социальных сетях, в интернете. Либо можете позвонить на Архангельский мусороперодочный комбинат, где вам все расскажут. Там все очень просто. Дмитрий, я благодарю тебя за беседу, за интересную информацию. Ждем новых встреч. Спасибо. Спасибо.